Учитывая настрой избирателей, Дуде, очевидно, предстоит сделать выбор. Продолжать политику на канал консерваторов, лояльную к Киеву и максимально жёсткую к Москве, или обозначить для Польши другую путь. От этого выбора теперь зависит, как распределятся голоса на предстоящих парламентских выборах. Гурия Альцовская, Иван Романов, Ксения Гуманова и Григорий Емельянов. Первый канал, Варшава. Сейчас уже показано происходящим на Украине. Сегодня вечером нашим лучший закон, позволяющий правительству не платить внешние долги, и направлен из Рады на подпись Петру Порошенко. В случае вступления в силу, документ будет действовать до середины следующего лета. В перечень обязательств, по которым Украина готова позволить неуплату, входят облигации на 3 миллиарда долларов, выкупленные России полтора года назад. О том, что Киев хочет погашать долги только на своих условиях, заявил премьер-министр Арсений Яценюк в интервью Financial Times. Оно опубликовано ещё в пятницу, но только сегодня на него обратили внимание украинские СМИ. Яценюк сказал, цитата, «Мы будем рады вернуть долг, но на условиях, предлагаемых правительством Украины». На прямой вопрос, готова ли страна к дефолту, он отвечает рассуждениями о справедливости в своём понимании. Цитата, «Украинский народ принёс в жертву и заплатил слишком много». Напомню, Киеву нужны новые займы, но Запад не даст их делать, пока нет ясности с уже и получившимися долгами. Сейчас на предмет переговоров. И сегодня же на Украине обсуждают отношение власти к тому, чего от неё ждали собственные граждане. Вот как это Порошенко избран президентом. Некоторые итоги подводит Наталья Ильюева. Если вспомнить всё, что Порошенко обещал год назад, то знамения для выражения Бисмарка никогда столько не угудка. Во время войны, после охоты или до выборов, обретает новую силу. В условиях и гражданской войны, и битвы за президентское кресло, владелец кондитерской империи на свои обещания ещё и срок годности не боялся ставить. В большинстве случаев он давно уже вышел. С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. Своё обещание закончить так называемую антитеррористическую операцию за считанные часы Порошенко не выполнил и через год. Ни силой, ни словом договориться с Донбассом ему до сих пор не удалось. Жертвами этой гражданской войны стали более 6 тысяч человек. Вместо мира украинский президент устроил в Юго-Востоку экономическую и гуманитарную блокаду. Ни зарплат, ни пенсии, ни пособий, ни еды. Только казавшиеся бесконечными обстрелы мирных жителей и их домов. Объявили украинского телевидения, совсем иная, параллельная реальность. Вооружённые силы, национальные гвардии, другие подразделения никогда не позволят себе применять силу против мирных людей. Они никогда не будут бить пожилым кварталом. Что-то на детстве. Там вообще изгонечки такой праздник.